Республика Катарстан Республика Катарстан Республика Катарстан Научные исследования и предложения о сотрудничестве и партнерстве в вопросах противодействия экстремизму – все это цель реализации взаимодействия и сотрудничества с религиозными, образовательными, государственными, культурными, общественными и другими институтами тюркоговорящих народов. Важно, что в масштабах России эти партнерские взаимоотношения позволяют формировать механизмы дипломатических отношений между нашей страной и тюркоязычными странами, сближать политические взгляды, обмениваться информацией, расширять экономические связи, реализовывать совместные проекты, находясь в пути решения проблем постсоветского пространства. Президент Татарстана и председатель группы стратегического видения России и исламского мир Руслан Мугалевич Малиханов отметил на одном из заседаний. Безусловно, поддержка духовного мусульманского развития касается не только внутренней, но и внешней политики нашей страны. Мы стремимся к реальному сближению с мусульманскими странами и выступаем за единство исландских государств, рассматривая их как важнейших в поле современного мира. Мосты гружбы между Россией и странами тюркского мира зиждутся на исторической, общей тюркской и общей советской памяти народов, для большинства из которых Россия являлась когда-то родным государством. Родина, которую наши деды и прадеды вместе защищали от фашизма, приведу малоизвестный факт. В 1942 году, в разгар Второй мировой войны, муфти центрального духовного управления мусульман, там, Рахман Расулев, издает в этом с призывом к мусульманам Советского Союза сражаться за освобождение Родины. Кстати, он из своих средств на 50 тысяч рублей на построение танковой, создание танковой колонны призывает к этому мусульманам. Это обращение Расулева было в деревянной языке всех мусульманских народов страны и зачитывалось во время проповедей в мечетях. Обращение сыграло огромную роль в мобилизации мусульман. То есть, несмотря на все гонения, советские мусульмане, забыв об обидах, проявили небывалый патриотизм и мужество в войне. Таким образом, мусульмане внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом и освобождение планеты от этого чума. Этот исторический факт, безусловно, сближает пюркские народы России и стран бывшего СССР. Далее. Одним из приоритетов направления сотрудничества в уголовном управлении с представителями югоязычных народов мира является взаимодействие в целях развития системы мусульманского образования. И сотрудничество в этой области крепится каждый год. При этом, если в до- и после революционных период большинство татар-мусульман и мусульман России направлялись с получением религиозных знаний в Медресы Узбекистана, то сегодня Россия, в республике Татарстан, сама стала центром мусульманского образования. В 2017 году, при поддержке президента России Владимира Владимировича Путина, президента республики Татарстана Руслану Галимовича Микарнова и государственного советника республики Татарстана Ментимера Шаримовича Шаримовича Мирева распахнула свои двери в Луговская исламская академия. Она стала венцом отечественной богословской школы и достойной альтернативой зарубежным религиозным образовательным учреждениям. Как примеры, хочу привести, то есть раньше мы ездили в пару, то сегодня сотрудник комитета делам религии из Ташкента учится у нас в докторатуре. Главный имам района, фарского района, мусульман Татрат, тоже сейчас у нас учится в докторатуре. То есть, мне кажется, это тупый, творящийся себе факт. В этом уникальном учебном заведении мы начали готовить магистров и докторов по исламскому богословию на основе собственного российского духовного наследия. То есть, нужно отметить, что до революции было напечатано в России 30 тысяч номинов. Первый карант был напечатан в России, 30 тысяч номинов были напечатаны у нас. То есть, у нас есть тупые антемики, то есть, если закрыть границы, но не заключать заниматься религией, у нас есть тупые, написанные руками наших богословов, проникольного культурного мира. Сегодня в стенах Полурусская Исламская Академия учатся студенты не только из России, но и из стран пюрского мира. При этом, совершенно естественно, что Академия пользуется доверием со стороны религиозных организаций России и самопрежных стран. Туда в татарских богословах содержатся неоценимые тезисы, позволяющие совместить, на первый взгляд, несовместимы Европу и Азию, Запад и Восток, и русский мир, и русскую культуру, и тем самым, и верны в уникальный, великий духовный пример мирного сосуществования и добрососедства народов, национальностей и империи с победами. И это неудивительно, ведь татары всегда были спрямляющими элементами восточной и западной части российской империи. Вот лишь несколько наиболее важных аргументов в пользу высокой роли полного управления мусульман, Республики Татарстан выстраивали международные отношения России со странами дюрского мира. В завершение своего выступления хочу обратиться ко всем участникам данного высокого собрания. Между Россией и странами дюрского мира гораздо больше, чем это может показаться на первый взгляд. И чем крепче кузы братства с государством постсоветского пространства, тем сильнее будет единство всего евразийского континента. Глядываясь назад в историю цивилизации, мы отчетливо можем увидеть, что причины гибели предыдущего, из них была разобщенность. Мы разные, мы порой можем придерживаться разных мнений и подходов, но нам необходимо помнить, чтобы вызовами современности наше спасение в единстве. Я знаю, что сейчас вы завершаете. Можно приведу один пример, очень интересный пример о единстве. У нас раньше не было телевидение, но люди писали. Почему написали книги на разные темы? И мы нашли такую книгу, как дурагин и поздимание. Она называется «Изда, как из-за душевых решений». То есть «Послание, упорицание, распитие чая». Почему? Потому что мы в чем не оставили науку, и начали превратить распитие чая в некую традицию, и перестали заниматься знаниями. И он написал письмо, что запрещено печать, а давайте оставим китайских жаней. Но в другую очередь я дал вам ответ и сказал, что тот, кто не будет пить чай, не будет любить, его слово всю дне будет принимать. Почему? Это четвертая причина. Потому что первая причина, что чай, вот это такой напиток, который мы сидели у нас на глаз, и богатый, и умный, и супец. То есть все, у нас объединяет. Вторая причина, когда заманка чая нет времени. То есть он не как кофе, он может пить в любое время. И утром, после садов, и садов, и больше шансов. Третья причина, когда чая нет места. То есть можно пить в степени, на работе, на университете лучше. И четвертая причина, что во время пяти чая можно поговорить на любую тему. И то, как если у нас, когда говорит, что он не любит пить чай, он убьет его, это указывает на то, что он получил воспитание лет в другом месте, вероятность его — это шпион. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.